Всем привет, с вами Евгений Славьев Сегодня у нас вот такой вот Volkswagen Golf Universal Знаете, в чем его основная фишка? Он был куплен в 2022 году за миллион рублей То есть сейчас мы посмотрим, что можно купить прямо сейчас по, можно сказать, старым ценам Автомобиль 2015 года, соответственно, это у нас Golf 7 до рестайлинг Куплен он был в Беларуси В общем-то, никаких дополнительных платежей, ничего сейчас делать было не надо на эту машину конкретно Потому что она в Беларуси была растаможена до марта 2021 года Поэтому сертификат безопасности не нужен Эра ГЛОНАСС сейчас тоже не нужна То есть, грубо говоря, владелец за сколько ее там купил, столько она здесь и стоит Под капотом здесь двигатель 1.6 TDI, то есть турбированный дизель, 110 лошадиных сил Сразу скажу, кушает машина совсем немного Владелец в основном ездит, правда, за городом и получается 5,8 литров на сотню Пробег 200 тысяч километров, но его это совершенно не смущает Он говорит, у меня до этого супер был, сейчас он есть И, в общем-то, я его брал тоже с пробегом за 200 тысяч И езжу, обслуживаю и никаких проблем у меня это не вызывает Вообще в Беларуси на эту тему никто не парится Только у нас всем нужен пробег, чтобы там был до сотки, а лучше там 1060 Но зато никто ничего и не скручивает Комплектация лаунж, что в нее входит, мы сейчас с вами посмотрим Скажу сразу, машина очень интересная, особенно багажник Это, конечно, космос Давайте посмотрим, что у нее под капотом Ну что, поставили нам в Германии упоры? Делайте ставки, господа Пожалуйста, здесь есть упор 1.6, турбодизель, 110 лошадиных сил и ручная коробка передач Что на бачке написано? Написано МИД СИЛИКАТ, а значит, надо срочно сливать антифриз, выбрасывать этот бачок, ставить другой Либо, если в нем есть пакетик, доставать пакетик и заливать G12++ В противном случае, эту машину рано или поздно будет ждать неприятный сюрприз Подробнее по ссылочке в правом верхнем углу Так, это турбодизель, что мы проверяем? Есть ли мочевина AdBlue? Нет Ее нет, и в этом году быть не могло Подвеска европейская, соответственно, клиренс не то, чтобы был какой-то очень большой Сзади у автомобиля балка Кстати говоря, когда я снимал SEAT LEON Многие писали, что SEAT LEON это практически кальфика с гольфа универсала В общем-то, так оно и есть Машины очень похожи Единственное, там был полный привод, поэтому клиренс был, конечно же, немножечко побольше Оптика галогеновая, но есть омыватель фар Ну и передние и задние партроники Также есть противотуманные фары Оптика сзади также галогеновая, но вот такая вот интересненькая Колеса сейчас на колпаках, это зимний вариант 16 диаметр 205 на 55 Ну и так, это универсал, то уже готовые рейлинги, ставьте поперечины, крепите что хотите И зеркала от гольфа, они не будут у вас крепить, как у октавии или супербо Будут тихо, мягко складываться Очень интересные сидения, такие чисто гольфовские С такой вот строчкой, отделочкой Ну мне прям нравится С ручной, конечно же, регулировкой Комплектация не то, чтобы супер-пупер Но со своими интересными вещами Например, раз, вот такой вот есть здесь Бардачок под сидением, под водительским Пассажирским тоже Ну и вот такие вот вещи, как в привычных там машинах Никто не отменял Автоматический свет Такие вот заводские накладки только спереди Сзади нет И тоже ящичек Пассажирское сидение складывается, как у Тигуана Вот так вот И можно сделать полностью ровный пол Возить длинномер и все, что хотите Немецкая практичность Давайте осмотримся за рулем Никакого бесключевого доступа, конечно же, у нас нет Обязательно встряхиваем ножки Чего и вам советую Для того, чтобы уберечь машинку Внутри привычная эргономика Есть поясничный упор Потому что это гольф С этим все хорошо Все хорошо, удобно, привычно Все на своих местах Руль классический для гольфа И здесь есть круиз-контроль и лимитер К сожалению, не адаптивные Зеркала, как мы видим, с обогревом И их можно складывать Тихо Кайф Посмотрим на приборную панель Она классическая Как вы видите, так это турбодизель То до 5000 км у нас тахометр размечен Ну и, в общем-то, здесь все довольно-таки нам привычно и знакомо 2015 год Экранчик у мультимедии маленький Отклик, конечно же, он такой послабее Не такой качественный, как у современной мультимедии Но в целом все есть Вот даже навигация есть, смотрите Автомобиль Надо прошивать, чтобы можно было отключить ESI Только SR выключается Ну и, в общем-то, что нас здесь может интересовать Ассистенты водителя Распознание усталости И фронт-ассист То есть машина, если что, сама становится И это 2015 год Селектор переключения передач В этой машине есть автостоп Ну, режим портроников Потому что, понятное дело, задние и передние портроники Все есть Электромеханический ручной тормоз И шторочка, за которой прячутся подстаканники Там что-то лежит, не будем туда заглядывать Привычный нам подлокотник Который вот так вот регулируется в нескольких режимах Вытаскивается, убирается У торпеда пластик Ну, достаточно мягенький Вот есть небольшая такая отделочка Заглянем в бардачок Хороший большой бардачок И мультимедиа с CD-диском И двумя SD-картами Также есть отделение для мобильного телефона Достаточно большая площадка И USB Type-A И AUX Еще есть в этой машине Климат-контроль хорошо привычный Двухзонный Можно отдельно регулировать водительскую зону Можно отдельно регулировать пассажирскую И зону для задних пассажиров Как видите, нет никакого эреглонаса Или какого-то другого ассистента И здоровый очечник Самое любопытное Если мы откроем зеркальце То у нас зажжется лампочка То есть зеркало с подсветкой Пришло время посмотреть на задний ряд Что нас ждет там Попробую сесть сам за собой Напоминаю, что рост у меня метр восемьдесят И вот так вот я здесь помещаюсь Сзади у нас сидение с такой же строчкой С такой же отделкой В клеточку Или не знаю, как вам назвать это Есть подлокотник с подстаканниками Из удобств для пассажира Только вентиляция Места сзади достаточно много И над головой Это у меня ладошка Вот так вот помещается Напомню, рост метра восемьдесят у меня И места для ног В общем-то вполне себе хватает Не скажу, что здесь как-то тесно Но и не скажу, что по-барски Это, конечно же, не супер На потолке мы видим вот такие вот крепления Спереди, сзади Зачем они нужны? Сейчас залезем в багажник и посмотрим Переходим к самому интересному К багажнику Открывается он традиционно Вот так вот За эмблему Чуть-чуть нужно ему помочь И что мы здесь видим? Шестьсот литров объема Как интересно складывается полка Смотрите, одно нажатие Раз, она ушла до середины Второе нажатие Раз, она ушла до конца Багажник, конечно же, огромный Барский, шестьсот литров Есть такие отделения Это, кстати, еще немецкая аптечка И розеточка 12 вольт Слева также ниша И вот такой вот бокс Который функциональный Открываем Вот это вот Это ремкомплект Колес и компрессор Сидения заднего ряда складываются Из багажника Раз Уехала Скидываем второе Но это еще не все Потому что снизу Нас ждет Вот такое-то отделение Здесь как раз-таки Владелец и возит Все, что обычно у нас Валяется в багажнике Поэтому багажник такой Чистый и красивый Но Гольф не был бы Гольфом Если бы Не было дополнительных Фишечек Сейчас покажу Раз И вот там вот еще Один отдельный Бокс Как вы видите Кроме шторки Здесь есть еще Одна шторка Сейчас покажем Как она работает И она, кстати говоря Там вот есть специальные места Куда можно убрать И одну и вторую шторку Прямо под полик И получить огромный Огромный багажник Вот так вот подняли шторку Она поднимается вручную Я обычно говорю Что это для того Чтобы собаку в багажнике возить Вы обычно пишите Что это для того Чтобы груз вперед не улетел И я и вы на самом деле Правы Но также эту шторку Можно переставить вперед И вот таким вот образом Передние водители-пассажир Заощущены И от груза И от животных Вот так вот Это выглядит с другой стороны Кстати говоря Такая шторка В каких-то машинах Входит в комплектацию А где-то ее нужно Докупать отдельно Но под нее Все крепления Уже есть В багажнике Крючки Справа Слева И на дверце багажника Есть вот такое отделение За которым прячется Знак аварийной остановки Очень удобно Не надо будет копаться И вещи доставать Если что А закрывается он Не очень на мой взгляд удобно Нужно вот здесь вот Вот так вот руку класть И Ну хотя нормально Даже не пришлось подталкивать Пришло время прокатиться Мне так нравятся люди Которые пишут в комментариях Ты не пристегнутый Значит Все Я дальше смотреть не буду Ну во-первых Я всегда пристегиваюсь Исключение Если на какой-то закрытой Парковки или территории А так Я вообще даже во дворе Всегда пристегиваюсь Вот Поэтому я не знаю Чем вы смотрите Но если вы сейчас видите Что я не пристегнут То знайте Что у вас проблемы с глазами Несмотря на то Что коробка ручная С ручника Можно машину снимать А можно не снимать Сразу ехать Снимется автоматически Давайте так и сделаем Привыкаем к трем педалям Давненько я не катался На ручке Погнали За что я люблю Ваги За то что не нужно Ловить где сцепление Вот если долго не ездишь На ручке Садишься И ездишь без проблем Вот я тестировал Когда Весту Ну там правда Коробка была от восьмерки Еще практически Это конечно беда Это прям надо сидеть И ловить В момент Где сцепление хватает Здесь в этом плане Все Очень-очень здорово Мотор низовой И это понятно Потому что это дизель Подвесочка мягенькая Но это евро Неудивительно Поэтому кто убирает ППД С точки зрения комфорта С точки зрения управляемости Конечно Это доставляет Хотя конкретно Этот автомобиль Я не знаю Может у него подвеска Там не менялась 200 тысяч Но она слишком мягкая То есть она видимо уже Все равно рано или поздно Придется этим заниматься Что здорово Это то что зеркала У нас со сферой Да вот есть отдельная Прям секция Которая искажает изображение И видно то что В мертвой зоне находится Почему-то вот в октаве Этого сейчас нет Ну что можно сказать От 110 сил конечно же Мы не можем ждать Какой-то реактивной динамики В общем даже Если я нажму в пол Ну она уверена Вполне разгоняется Но на уровне Наверное Автомобиля с двигателем 1.6 на ручке То есть Чудес здесь ждать не приходится 11 секунд по паспорту У нее разгон до сотни Но если вы ездите В каком-то таком режиме Близком к пенсионерскому Скажите так Для вас это будет супер Вот я просто Даже смотрю Как у меня папа водит Папа привет Я знаю что смотришь В видео Вот И он все время держит Низкие обороты Потому что Ну ему так комфортно Ему спешить там особо некуда Вот здесь это было бы максимально Удобно Потому что Тяга снизу Зверская Да и Никаких проблем Бы с этим здесь не возникло Подкатываясь к светофору Я перевожу В нейтраль Раз загорел зеленый лампочек Это значит что Включился автохол И все И можно не держать тормоз А если я включу еще ручник То он загорится красным Все значит что стоит на ручнике Ну снимается Просто нажали сцепление Двигатель завелся Нажали передачу Чуть начали трогаться Раз пропал Ну снизу тянет великолепно вообще Просто прекрасно Вот чуть нажимаешь Как бы и все И она пошла Особенности дизеля Ну и конечно экономичность 5.8 литра До сотни Даже при том что дизель сейчас Сколько рублей 60 стоит наверное Да Даже при этом Ну Это же здорово Сидушки кстати удобные У них есть боковая поддержка И Прям Ну так Мне нравится сидеть Прям здорово Она такая Поддержка мне кажется Посильнее чем В моей октаве Сейчас опять начнете писать Что ты все пишешь Про свою октаве Ну потому что чем мне сравнивать Сравнивать с тем На чем я постоянно езжу И плюс ко всему Эти машины Сопостоимого класса Они очень похожи Поэтому это Ну вполне корректное сравнение Почему нет По уровню шуму Сама машина достаточно тихая Но двигатели слышно Конечно Сильно Это дизель Естественно Он немножечко трахтит у нас Поэтому Вы от этого Никуда не денетесь Можно заниматься Дополнительной шумоизоляцией Ну я думаю Что скорее всего Достаточно быстро К этому привыкаешь Ну давай Газанем со второй Слушайте Ну очень хорошо Она тянет Прям очень хорошо Для 1.6 Как мне кажется Мне прям нравится На трассе Наверное Там особенности Ну хотя дизелю Грузи не грузи Все равно Там момент Такой внушительный Вот Но тем не менее Для каких-то быстрых обгонов Может быть Это не идеальный вариант Но для спокойной Экономной езды С загруженным багажником Мне кажется Что вообще Более чем Вот такой сегодня Автомобиль Друзья На мой взгляд Очень интересный Больше всего Мне конечно Впечатлил багажник Это Все эти трансформации Это конечно Очень круто Мечта любого Дачника Я считаю Ну что С вами был Евгений Соловьев Надеюсь Выпуск был интересен Полезен До новых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok